Приветствую, друзья, с вами Valeron, и сегодня у нас будет обзор на две пластинки группы Motorhead, альбом Match or Die. У меня в наличии два экземпляра этого альбома. Это первый пресс, отпечатанный в Голландии в 1992 году, и переиздание 2012 года на лебле Back on Black. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, друзья, слева у нас находится голландский первый пресс, справа у нас находится переиздание на лебле Back on Black. Давайте начнем с первого пресса. Итак, обратите внимание, что шринг на данном первом прессе не оригинальный. Более того, он еще и меньше по размеру, чем сам конверт. Что, естественно, привело к таким вот волнистым, волнующим, я бы сказал, последствиям. Очень обидно, конечно, но факт есть факт. Полиграфия отличная, к слову сказать. Сзади у нас трек-лист. Информация о релизе. И фотография группы. Сверху у нас находится штрих-код и каталожный номер. Внутри у нас есть внутренний конвертик. Черно-белый. Здесь у нас фотогруппы. Ну и прочая информация о релизе, благодарности. С другой стороны у нас тексты песен. В связи с этими волнующими обстоятельствами, пластинка на самом деле хранится отдельно от конверта. Собственно, сам винил очень-очень качественный. Винил потрясающего качества. Ну и теперь давайте перейдем к переизданию. Здесь бумага матовая. На самом деле даже маркая почему-то. Но полиграфия, в принципе, очень неплохая. Gatefold Convert. Сзади у нас такое же оформление, как и на первом прессе. Тоже трек-лист. Информация о лейближ-штрих-код. И прочая информация о релизе. Внутри у нас вкладок никаких нету, но вкладка компенсируется гейтфолдом. Здесь как раз-таки все то же самое, что на вкладке у первого издания. То есть тексты песен и фотографии. Точно такие же, как на вкладке. Полиграфия также очень хорошего качества. Все очень здорово отпечатано. Никаких замечаний. Давайте посмотрим на саму пластинку. Пластинка 180-граммовая, тяжелая. Качество винила, в принципе, неплохое. Даже несмотря на то, что достаточно близко к яблоку, пластинка записана. Одна из сторон. Итак, давайте поговорим теперь о самом главном, о звуке на этих двух изданиях. И начнем, конечно же, мы с первого пресса на лейбле Epic 92-го года издания. Что можно сказать по звуку на данном виниле? Данный винил мне очень понравился по звуку. Частотный диапазон здесь просто изумительный. Здесь есть и высокие частоты, и низкие частоты. Низкие частоты, причем, очень красиво преобладают здесь. Но это не мешает. Повторюсь, преобладание в данном случае очень оправдано. Динамический диапазон на данном издании тоже очень хороший. Что по дефектам? Дефектов я на этом виниле особых не заметил. Масса на нем просто изумительная. На самом деле, этот винил отпечатан на очень хорошем голландском заводе. Вообще, в принципе, в середине 80-х и 90-х годах на лейбле Epic пластинки печатались просто изумительно в Голландии. И этот винил не исключение. Единственное, что меня смутило. Во время солирования гитары на этом издании я услышал какие-то похрипывания. Но, судя по всему, это связано с тем, что по пластинке проехались, ну, скажем так, туповатой иглой, и она повредила дорожки. Это мои предположения. Я сомневаюсь, что на новых пластинках эти искажения есть. Что ж, цена на данное издание составляет на данный момент 100 долларов, что, в общем-то, не очень-то и дешево. Далее, давайте теперь перейдем к переизданию на лейбле Back on Black. Как я уже неоднократно говорил, я этот лейбл, в общем-то, не люблю, по причине того, что неоднократно с ним связывался, и звук, в общем-то, в 95% был хуже, чем на любом другом лейбле. Причем по массе они всегда хорошие, но по звуку, именно исходник, они были достаточно суховатые и скомпрессированные. Да, к сожалению, это так. По массе никаких претензий нет. Данная пластинка тоже не исключение, масса на ней очень хорошая. Пластинка, кстати, отпечатана на чешском заводе, но качество массы здесь изумительное. Никаких шуршалок, никаких дефектов, все очень хорошо, ровненько читается. По динамическому диапазону здесь, конечно, ситуация похуже, чем на первом прессе. Мало того, что пластинка записана, кстати, намного тише, чем первый пресс, так еще и компрессор здесь тоже заметнее, скажем так, чем на первом прессе. По частотному диапазону, что могу сказать, здесь ситуация тоже печальная. Если объясниться проще, то ощущение складывается такое, что низких частот здесь настолько мало, то есть их срезали, ощущение порой складывается такое, что просто забыли бас-бочку подключить. Ну и бас-гитара тоже, естественно, пострадала от этого. Высокие же частоты напротив в этом издании достаточно сильно выкрутили, и, в общем-то, это даже доставляет какой-то дискомфорт, особенно в голосе. Иногда складывается такое впечатление, что лемия может сейчас просто засвистеть. Что касаемо дефектов. Дефектов на данном виниле нет абсолютно никаких. Масса изумительная, все очень хорошо читается, никаких шуршалок. В общем и целом, винил выпустили достаточно качественно, если бы не не. Стоимость этого издания сейчас 35 долларов за экземпляр в хорошем состоянии. Далее, давайте еще вот о чем поговорим. Данный альбом выходил в 92 году в Корее, в Греции, в Испании и в Бразилии. Все эти издания выходили на одном лейбле Epic. Не могу сказать, что данные издания чем-то были бы интересны. Однако, если же за первый пресс голландский 100 долларов вам жалко, из этих всех изданий я бы присмотрелся, пожалуй, к испанскому. Потому как испанцы достаточно неплохо печатают пластинки. Бразильцы, корейцы, ну бразильцы в общем-то плохо печатают пластинки, у них масса страдает. Греция, как получится, то есть качество неровное. Бывают очень хорошие релизы, бывают откровенно плохие. Ну и плюс не будем забывать тот фактор, что греки сами по себе достаточно любят часто обманывать по состоянию. Поэтому с греками поаккуратнее. По Корее. Корейские пластинки бывают очень хорошие, бывают откровенно тоже плохие. Поэтому здесь тоже рекомендовать покупать корейские пластинки я бы не стал. Поэтому как альтернативу первому прессу у нас остается Испания. Я думаю, что испанские пластинки будут все-таки звучать лучше, чем переиздание на лейбле Бэк-н-Блэк. Ну и цена. Цена на испанское издание сейчас в хорошем состоянии стоит примерно 50-60 долларов. Что в общем-то не так уж и много. Что ж, друзья, предлагаю вам сейчас прослушать сэмплики и услышать, насколько гигантская разница между этими двумя изданиями по звуку. Метод сравнения у нас остается тот же самый. Будет меняться картинка в соответствии с сэмплом. На картинке будет написан каталожный номер и страна и год издания. Что ж, подводя итог, я думаю, что вы уже поняли, что нет смысла покупать Back-on-Black издание. То есть частотные характеристики на первом издании настолько другие и настолько хороши, что после прослушивания и сравнения, мне кажется, на Back-on-Black совсем не стоит обращать внимание. Но, тем не менее, делайте выводы сами. Кому-то, может быть, понравилось переиздание больше, чем первый пресс. Что ж, друзья, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Счастливо!